и Light of Heaven. И будем надеяться, что этот матч будет намного ярче. Да, хотелось бы увидеть более именно отчаянное сопротивление, чтобы действительно была интересная дотка. Борьба, борьба. Очень хочется увидеть, чтобы команда, она видела сразу, когда ей тяжело, она видела, что сразу уже на ее шее затягивается веревка, и в этот момент уже нужно бить тревогу и драться, как Лев Львиной. Все правильно, все правильно. Многие команды, которые действительно хорошо играют, они чувствуют этот момент, они могут пойти в All-In, проиграть, написать GG и больше не продолжать играть. Это нормально. Это нормально вполне. Так, ну у нас тут пока небольшое представление. Мы видим Мадара на керри ПА. Так, забирает себе Outworld Devourer на центральную линию. Maybe Next Time на своем суперфирменном Bounty Hunter. Skylark на Nyx Assassin's. Ну и еще нам там показывали... Нет, мы всех уже посмотрели. Еще одного товарища на Рубика. Свою очередь Fly играет. Да, еще свою очередь Fly играет на Dazzle. Anna Dragon Knight. Jerrox лесной бутрайдер. Вот мы уже видели лесного бутрайдера на этом турнире. S4 хардовый слардер. Ну и No Tail любимчик публики на Draw Ranger. Как вы относитесь к лесному бутрайдеру, Дмитрий? Я бы сказал, что хорошая затея, если никто не может тебе помешать стакать и забирать крипов. Очень хорошая затея. Но у Атвинов, как мы видим, есть такой герой, который может, в общем-то, напрячь Джеракса. И будет интересно посмотреть, кто кого в лесу одолеет. Да, обратим внимание, где уже находится Bounty Hunter. Я так понимаю, он там уже собирается либо блокировать собственной тушкой, либо, возможно, вардам вот этот лагерь крипов. Да, он нашел Джеракса. Джеракс сейчас, возможно, захочет пойти в харду, чтобы сначала получить второй-третий уровень. И только после этого пойти в лес и через Firefly забирать крипов. Так, вот смотрю сейчас. Bounty Hunter может, кстати, развести сейчас бутрайдера на вард, на сентри вард. Если сейчас и там на минуте, например, заблокируют этот лагерь, тот придет, обнаружит и скажет, блин, что за дела, нужно поставить. Хотя, с другой стороны, бутрайдер, если там будет долго тусоваться, то Bounty Hunter просто слишком много времени потратит. Bounty Hunter сейчас делает, в общем-то, точнее, правильную вещь делает в первую очередь Джеракс, потому что нет смысла играть с Bounty Hunter в кошки-мышки, как бы ты можешь зайти в свой лес, у вас там будет битва с сентрией, вардов, но особо тебе это денег не принесет. И лучше ударить по слабости от финнам. Ударить потому, что Bounty Hunter не самый лучший герой для трипл-лейна, где как бы у него не самые лучшие статы, и он немножечко приседает вследствие, чего мы просто идем и стоим 2 на 2. Ну и в итоге Bounty Hunter действительно оказывается на верхней линии, где он сейчас вроде как будет пытаться помогать Джуку, скорее всего. Ну насколько хорошо получится это сделать? Если там разве что Dazzle не ошибется, например, не окажется вне позиции. Ну OG готовы. У OG стоит сентри, сентри, который замечательно все это движение палит. Bounty Hunter без щитка, он вообще не сможет никоим образом танковать. Его очень быстро сотрут. И сейчас OG полностью готовы к любым перемещениям, maybe next time. Главное курьерами не фидить. Это самое главное, да, согласен. Как это было с LGD, где по-моему три раза были курьера. Да, это было очень много. И смотри, Jarax на ходе Трубика. Есть Напалм, три заряда было. И также Firefly. Но, конечно, нырять слишком далеко было опасно. И мы видим курьера, который совершенно спокойно отправляется бежать по центру. Да, видят Bounty Hunter сверху. Как бы там OG, естественно, его на центре заметили. И Dragon Knight прекрасно чувствует себя в миде, никто его не напрягает. Вообще, самое, наверное, адекватное место, куда может пойти Bounty Hunter, это центр. Потому что сверху 2 на 2 вы ничего не сделаете. В легкой линии тоже будет очень сложно себя проявить. А вот в миде 2 в 1 можно Dragon Knight и похаразить. Вообще, можно попытаться забрать Dazzle, теоретически. Если он будет слишком далеко. Потому что Draw Ranger, ну, такой себе спасатель. И вот сейчас начинает нападать Жук. Мы видим, что переключаются именно на Draw Ranger, которая намного плотнее, нежели Dazzle. И ей-то ничего сделать как раз и не смогут. А вот Skylark будет умирать сейчас. Да, еще и лечение очередное. Ну, maybe next time с большой вероятностью умрет. Да, быстренько на него переключились. В итоге, как я и говорил, Bounty Hunter на этой линии ничего не может сделать, пока адфинным не убьют центре. Как бы 2 инвизора, герой без щитка, который очень сильно проседает, пока стоит на линии. Которые потом в замесе под крипами OG не могут убить героев. И лучше всего Bounty Hunter наверх не ходить. Так, S4. Один. Добил крипочка, конечно, но опасно. Да, есть стики и уйдет. Как бы его так легко не получится забрать. И в это время мы наблюдаем за тем, как хорошо стоит у Дэвмиди и побеждает Анну. А там тоже никто ему не мешает. В том-то и вся сложность. Там Бэтрайдер, я вижу, умирает Абрашана. Хорошо, S4. Пошел разнос. У него по-прежнему 10 зарядов стика. Да, он его нажил. Хочет убить. Он хочет убить Спартана. Хочет убить Спартана. Один, ничего себе. Но сейчас, скорее всего, поблочитого Мадара и проблемы теперь начинаются у S4. Станет он Фантомочку и можно его преследовать. Начинают замедлять и, в общем-то, разменялись от Fino Plus. Да, при этом у Фантомки я тоже вижу стики, которые заряжаются от Бэтрайдера, наверное, в первую очередь. Сверху получилось обойти Нутейло так, чтобы его не заметили на центре. Правда, все равно у нас Нутейло убегает. Подходит сюда Дазл, захиливает Нутейло. У Нутейло еще имеются тангуйские, чтобы отхилиться. И, ну, maybe next time старается как бы изо всех сил. Он старается хотя бы вообще не выпасть из этой игры, чтобы он не был абсолютно бесполезным. Пытается находиться там, где от него есть хоть какой-то толк. То есть выбирает меньше из всех возможных зол. Но вот сейчас я надеюсь, что он перетянется в центр, поскольку, как я уже говорил ранее, с OD Драгон Найта можно забирать. Где ты его прячешь, потом выходишь, даешь ему тычку, замедляешь. И если даже не убьешь, то хотя бы отправишь домой. А тут у нас S4 уже очень сильно страдает. Есть по-прежнему стики. Перемещение Баунти Хантера в центр, которое вот сейчас мы видим. Видели также и OG, потому что он пробежался пешком по Абсерверу в лесу. И Бэтрайдер уже тут как тут. Поэтому просто так напасть не получится. Да, правда он, конечно, наверное, не самый лучший суппорт для того, чтобы стоять против OD. Просто так вот взял, получил экспиренс. И третьим уровнем он довольно-таки легко будет фармить лес. И уже Баунти Хантеру будет сложно его напрягать. Вот Бэтрайдер сделал то, о чем мы с тобой говорили в начале. Он получил левел снизу. Да, теперь вопрос к Баунти Хантеру. Ага, пока что он нападает именно на... Да-да. Можно забирать ручками. Да, сейчас стан очень неплохой. Цель действительно была выбрана правильная. Ну, хорошо сыграл Мэйбиум next time. Развел на 2 ТП OG. В итоге сюда пришел только один дазл. И раз уж дазл оказывается здесь, то Баунти Хантеру можно пойти наверх и убивать Дров Рейнджер. Да, причем чем быстрее он это сделает, тем будет лучше. Но там не только Баунти Хантер, там еще есть другие люди. Вот они Карапасы. И вот оно нападение от Фантома Ассасин. Да, фраг отдают именно Мадаре. Очень хорошая вылазка от Финнам. Как бы Слардер у нас, ну, делал ТП на мид. И какое-то, ну, какое-то внимание по игре он потерял. В это время Рубик и Фантомочка пошли в харду. И сделали очень нужный фраг. И вновь смена линии. Вот ситуация так же, как на прошлой карте мы наблюдали. Бегают за Дров Рейнджер. В прошлой игре у нас бегала Луна. И напрягала ее своими нюками. В этой игре Фантомочка, которая быстро сокращает дистанцию. Что в первой, что в второй игре. Обе команды умеют играть против Дров Рейнджер. Да, причем Фантом Ассасин с недавних пор еще и по иммунитету к магии работает. Я имею в виду ее прыжок. Так что сейчас Дров Рейнджер одним только там Блэк Кинг Баром спастись не может. Там пика со всеми вытекающими вещами. И мэйби Дэкстайм. То самый Баунти Хантер, но не успевает. Приберегли, возможно, ускорение. Возможно, просто забыли нажать в какой-то другой момент времени. Но я думаю, скорее приберегли. Не успевает сделать второй удар, да. И теперь внизу вылазка. Правда, хотел сказать на ОД, но здесь сам Дваурер решил напасть. Есть еще телепорты. Ноутейл успевает кинуть гаст, но он не совсем точный. Тут уже Мадара на месте. Поднимает селедочку. Селедочка сейчас зайдет. Будет оглушать Мадару. Срабатывает Крит. Мы видим, ноутейл пытается убежать. Так хочет. Догнает Дру Рейджер. И он ее прячет. Все. Дровка труп. Много напалма. Повесил Джеракс на ОД. ОД попадается под стан Стардера. Также забирают тага. Так остается один. В это время С4 отлично танкует. И нужно опять же убегать. В это время тут 4 стака от Бэтрайдера. 5 стаков. И продолжает напрягать Мадару. Не хватает Джераксу Маны для того, чтобы полететь. И все это спалить. Но стаки висят. И Мадара погибает. Минус 3 делает ОДЖИ. Да. Причем это не последний минус, который они тут смогут совершить. Мы видим, как умирает Рубик. Также серьезные проблемы еще и Баунти Хантера. И это Тим Вайб. Минус 3 от Джеракса. Джеракс. Да. Вот по-моему это была ошибка. Ошибка то, что не били Джераксу. Посмотрите, сколько демоджа он нанес. Посмотрите, как много стаков он накинул. 8. И под этими стаками драться нереально. Да. Я хочу посмотреть уже повтор этого замеса. Мне очень интересен один момент. Еще и руна регенерации. Как же везет, ОДЖИ. Ну, вот в таких драках Бэтрайдера нужно вырубать сразу. Если бы у него, не дай бог, была мана для того, чтобы дать огонь, там бы все умерли сразу. Смотрим внимательно. Да. Жук. Вот что я хотел посмотреть. Скайларк промахнулся импейлом. Если бы он попал, Слардер не выжил бы. И эта драка могла бы иметь совершенно иной вид. Ну, Троу Рейнджер, конечно, тяжеловато здесь. Да, и он уже развернулся. Решил встретить смерть лицом к лицу. Как самурай. Все правильно. Так, ну, тем временем, отминам нужно давить на слабость Бэтрайдера. Пока у него нет Блинкдагера. Ну, и опять же, это слабость Слардера. От финнам нужно идти, захватывать вражеский лес, ставить большое количество вардов и мешать Джераксу делать стаки. Вот, Maybe Next Time уже этим занимается и бодиблок работает. Так, хорошо. Бодиблок действий. Да, действительно. И Джеракс такой говорит, слушай, ну, нет, он просто говорит, иди сюда, мой сладкий. Ну, тут уже, конечно, бежать надо. А куда ты убежишь? Вот вот отсюда, куда ты будешь бежать? Не, я имею в виду то, что убегать по-хорошему нужно, вот когда ты заблочил. В этот момент уже нужно бежать и не стараться что-то еще делать. Вот как бы от Бэтрайдера с Дастом ты не уйдешь. Да, это верно. И Рубик. Следующий. Доброволь. Я покажу, как надо. Ну, сентрой, да, конечно, сентрой надо больше. Все верно. Нужно максимально долго пытаться задержать этот Блинкдагер, при этом не давать трипл килл Бэтрайдеру желательно. Но даже несмотря на это, как-то у Атфином еще дела более-менее. Да, ты посмотри, Деваурер на первом месте идет 3800 Нетворс, 3700 дальше идет у Фантома Ассасин. Вроде бы дела идут неплохо. Если сейчас, конечно, они не проиграют драку. Мы видим, и Ас-4 заходит сзади. Просветка от Флая пошла, она ходит. Maybe next time. Его должны убивать очень быстро. Но примут ли сражения остальные члены команды Атфином? Кажется, да. Никс Ассасин попал. Ошибается и Баунти Хантер, ошибается и Никс Ассасин. Это при том, что они оба попали на одну и ту же Сентрю. Не совсем понятно, зачем туда пошел Никс, когда Баунти Хантер уже все нашел в Сентре. Он все проверил уже. Да, в Сентре проверил. Непонятно. Но в любом случае OG играют здорово и продолжают бегать, ловить инвизоров. Пока что получается хорошо. И мы видим то, что Фантомка уже на четвертом месте по Нетворцу. Только что была на втором. Сейчас Драгонайт очень сильно вырывается вперед. И это главная уязвимость данного персонажа. Это плохой старт. Если у него на старте все кисло, в дальнейшем выбираться ему крайне тяжело. Если только ему не сделают большое количество стаков древних. А сейчас у него еще и разгон получился весьма неплохой. Так что в дальнейшем проблем быть не должно. Теперь грекам нужно успокоиться. Желательно покупать побольше Сентра для того, чтобы можно было убивать Сентри OG. И позволить Maybe Next Time взять шестой уровень. Потому что Баунти Хантер шестом уровнем почти в два раза полезнее. Причем при наличии Фантомки это вообще песня. Потому что ты видишь героев. Ты кидаешь ножики. Ты на них прыгаешь. Ты их убиваешь. Зарабатываешь лишнее золото. Например, повесил ты трек на Сладера. Закинул дротик. Да. И он не может прыгнуть. То же самое касается и Бэтрайдера. И в общем-то было бы здорово, если бы сейчас от Финнам... Если бы было бы здорово, если бы от Финнам сейчас дали Maybe Next Time шестой уровень. Но как-то он сам не особо хочет его получать. И продолжает бегать, показывать, где они все находятся. Смотри, смотри. Он видит курицу. Он спалил. Кажется, увидел. Спалил. Смог. И от Финнам нужно идти наверх. Нужно идти наверх. Но с другой стороны не хочется отдавать Рошана. Как бы нужно, возможно, будет принимать драку. И вот вопрос, смогут ли они пойти и наказать OG за такую наглую вылазку. Они могут попытаться забрать две вышки, пока OG будут сидеть на Рошане. И, скорее всего, так и сделают. Да, тир-1 вышка в центре уже падает. Также мы видим... А, ну, наверху вышки нет. Да, да, да. Так что я не заметил. Ну, отдали Рошана немножко странно. Возможно, решили, что без Баунти Хантера уровень 6 и без Саняти Эклипса на Outworld Devourer драться не стоит. Ну, возможно. Уже барабаны есть у Батрайдера. Пошли спидпуш. Спидпуши от Финнам очень слабые. У них по вышкам бьет только одна Фантом Ассасинка. И так получилось то, что на вышку криты не работают. И атак спид, и как бы на вышку прыгнуть тоже не можешь. Да, и Дезолятора, я так понимаю, еще нет. В то время как OG имеется и Драгонайт со своей формой. Также Дрорейнджер будет наваливать. Ну, и в целом тут как бы стрелковые герои по Давру и будут хорошо вышку пробивать. Да, Дезолятор, кстати, уже практически готов у Фантома Ассасин. Будет немножко неприятно Дазлу в первую очередь. Это самый тонкий герой. И риск того, что он умрет с одного крита очень велик. Да, возможно, ему стоит задуматься о какой-то медальке, чтобы армор у него появился. И можно было бы кидать это на своих союзников. Но пока OG об этом даже не думает. OG, как мы и говорили, они идут забирать Тир-2. Даже несмотря на то, что они начали бить Тир-2 позже. И обгоняют. Обгоняют Атфином. Атфином тоже неплохо ставятся. Ну, они забирают Тавер, но они подошли к этому Таверу намного раньше. Я бы на месте OG шел дальше, поскольку... А что? Атфином просто дальше не пойдут. Вот в чем дело. Да, конечно, у OG имеется эгидо на Дрорейнджер. Так что у них есть своеобразное преимущество. И сейчас этот Дрорейнджер начнет расстреливать вышки. Maybe next time. Вот ты представляешь себя на его месте. Он видит этого Курьера и все. И он не может себя сдержать. Он просто хочет ринуться вперед и разорвать его в клочья. Учитывая то, что он вытворял вчера. Но, тем не менее, он хладнокровен. Не выходит из невидимости лишний раз. Он его не убьет. Как бы он ни хотел. Да. И OG, я так понимаю, вообще ускорение на Курьере не использует. Да? Вот просто так. Но они все время держат его. Я думаю, как бы Fly, в общем-то, опытный игрок. Да и Jerex, на мой взгляд, один из самых сильных суппортов в мире сейчас. Они знают, как играть против Bounty Hunter и так уже Курьера ты у него не заберешь, как это было против Директора. Да, потому что там ускорение подряд вот просто нажимается, оно стабильно. А когда Bounty Hunter вылезает, ты нажимаешь кнопку, а там и все. Денюшка падает в карман. Денюшка падает. И что у нас есть? У нас есть падение тир-два вышки в центре от Finom. Да, ну как-то пробует Фантомочка продавить низ, но у него это не особо получается. Темп у него в разы медленней, нежели у тех же OG. И OG не рискует. OG понимает, что им нужно качаться. OG знает то, что падтир-три разминиваться очень рискованно, учитывая то, что Bounty Hunter обычно наказывает тебя треками. И все дружно перетягиваются наверх. И вот если в прошлой игре мы говорили, что от Finom с таким набором героев не стоит затягивать, у вас большие проблемы, ребятки, что же вы делаете, нужно идти all-in, и все, вам крышка, выходите из игры. То сейчас у них есть Devourer, который неплохо дерется в лейте, у них есть Фантом Ассасин, более того, и NYX, и Рубик, и... Ну, Bounty Hunter чуть-чуть, конечно, вываливается, но у него есть свои. Да, но два карри, они намного лучше, нежели один. Естественно. Но и при этом хочется отметить то, что OG сейчас показывает именно ту игру, которую нужно было показывать от Finom, потому что у них сейчас почти аналогичная ситуация. У них как бы есть Draw Ranger, у них есть герой для того, чтобы можно было бить ТВРА, также присутствует Aegis. И нашли NYX Ассасина, минус армор, и никуда Skylar отсюда не денется. Да, ошибочка, причем грубейшая, насколько я понимаю. Ну, он пока выигрывает много, конечно, времени, но тут вот бомбочка имеется, станчик мы, естественно, тоже дали, начинает его убивать, и NYX падает. Да, да, это очень грустно. Я просто вижу, что Skylar уже не впервые ошибается в этой игре, и очень боишься в таких ситуациях за то, что просто игрок... Перегорит. Перегорит. Такое бывает, кстати. Он просто перестанет играть так, как он играл ранее. Такое бывает. Он перестанет попадать, начнет нервничать, станет попадать еще меньше. Такое... Так, не нашли, 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 нашли Баунти Хантера, да, зацепили его. Он тоже сюда... Он тоже приезжает в таверну. Так вот, по поводу перегорает, Димон. Так вот, Энви. Помнишь, Энви, что с ним иногда происходило на турнирах? То есть, с одной стороны, он выиграл Shanghai Major, и, в общем-то, против тех же E-Home он играл здорово. Но иногда он начинает играть так, как вот он играл на International 2016, где он был за ТБ. Где он просто выкупается и бежит вперед. Без задней мысли. Когда уже ты вот так вот бежишь вперед, вся твоя команда убегает, а он дальше, и ему все равно. Как будто он своих союзников и не видел. Ну и тут, вот, похоже, то, что у Никс Ассасина такая же ситуация, потому что как-то выпадает немножечко у нас он из игры, при этом еще от финном. Ну, единственное, что могут делать, это, естественно, качаться. Более-менее это делает ОД, который активно спидпушит, и пропадает Айгис. Шанс? Немножко можно подраться. Шанс для греков, шанс. Вот этот, например, шанс, смотри. Ловя Драгонайта, но отлично работает на УТейл своей пикой. Да, пика имеется. У УДЖи стоят варды. УДЖи могут на этих вардах, если что, подождать от финном. Как бы все, что нужно делать, это дальше идти фармить. И вот они, варды, начинают работать. Все прекрасно видно. Так, тут Спартану, кажется, расскажет, что не нужно ломать наши варды. Уйди, пожалуйста, отсюда. Да, варды реализованы. Ну, на месте Спартана, возможно, не стоит идти убивать варда, пока ты не увидел, где же находится ОДЖи, потому что довольно-таки классический мув, когда ты сначала подошел, а потом сделал вид, что ты ушел обратно в свой лес, и тиры два вышечка падает. Да, причем, чтобы забрать Рубика, там большого количества героев и не нужно. Там может просто прыгнуть один Слардер. Все. На этом все. Получится ли за Денайт? Нет, не получилось. И Баунти Хантер из-за невидимости решил не выходить. Далее. Фантом Ассасин. Дезолятор есть. Есть Огр Клаб. Это будет Блэнкинг Пар. Да, надо как-то бороться против Стана. Драгон Айта. Нужно как-то эвейдить Слардера, который будет все время прыгать тебе на лицо. И с Блэкинг Баром, кто его знает, может быть у Атфином и получится совершить переворот, но его фармить слишком долго. Да, и главное сейчас не попасть под раздачу. Тагу. Так, ловит бочку от Бэтрайдера. Джеракс выцпел Аутворл Деваурера. Импейл в этот раз неплохой. Смог обезопасить Скайларк своего мидера. И теперь бежать. Теперь, наверное, просто нужно бежать. Джеракс прыгает дальше тут же. Драгон Найт поднимает его Рубик. Два крита подряд вылетают от Мадары, но его начинает расстреливать Дроу Рейнджер. И Драгон Найт без особых проблем сдувает Фантома Ассасин. Рубик улетел. Сразу вырубили ОД, ОД толком ничего не успел сделать, почти весь замес он убегал. Да, вот по демаджу видно, что он ничего не сделал. Хорошая игра от Фантомочки, но, увы, прыгать в первую очередь нужно в Дроу Рейнджер, потому что иначе она тебя сразу убивает. И у меня есть ощущение, что это уже 2-0, потому что я, честно говоря, не вижу, как от Финнам будут из такой ситуации выкарабкиваться. Если только OG сейчас не слишком сильно поверят в себя и не полезут, например, под Т4, но пока что они провели под Т4 примерно полсекунды. Ноутейл успевает улететь, и Скайларк потратил импейл на Дроу Рейнджер и не смог сбить телепорт Драгон Найту. Ну, все делает правильно, ОД. И вот чуть-чуть не идет у Адфиннам. Ну, я бы уже не сказал, что это чуть-чуть, это уже, честно говоря, катастрофа, да. То есть уже тут, откровенно говоря, слишком хороши OG по сравнению с Адфиннам, слишком круто они играют. И вот там последнее, что купили OG, это Midasic на Сладдере. То есть даже несмотря на то, что у них преимущество, и даже несмотря на то, что они сейчас очень сильно доминируют, S4 на всякий случай страхуется, да, бывало те, артефакты прибавлялись. Конечно, конечно. Это, если что, финал бостонского мейджора. Тут, я думаю, ребята не пойдут. Стримглав, знаешь, шашки на голо, эй, бей, круши, ломай. Нет, нет, нет. Я уже много раз видел, как команды на этом горели. И на этом турнире мы подобные вещи также наблюдали. Кажется... Да те же OG чуть не упали от VGA Unity в первом раунде, когда они играли. Они проиграли первый игру. Да, и потом еще с трудом выкарабкивались во второй, в третий. У меня сразу, как только я вспоминаю про шашки на голову, почему-то всплывает в памяти игра MVP Phoenix против NP, которую я комментировал, когда казалось, что на 15-й минуте Envy и компания напишут GG, но потом парни из Кореи решили проверить на прочность фонтан противника и просто нырнули туда, ближе к нему. А мне вспоминается OG на International 2016 года, где играли OG, и они сначала упали от MVP Phoenix, ну с кем не бывает. А потом там еще демон со своими друзьями неожиданно просто начали бомбить все команды, которые встречались у них на пути. Да, было и такое. Это я тоже припоминаю. Silver Edge против Phantom. Замечательный выбор. Потрясающий артефакт. Ну, греки сейчас правильно делают, а не рискуют. Понятно, что если OG заберут Рошана, то от финнам вряд ли смогут убивать какого-то героя дважды. Так нужно было делать и в прошлой игре. Сейчас... Уже лучше. Хотя бы понимают, понимают, что где ошиблись хотя бы, например. Да, уже как бы не 3%, уже 5%, может быть, 7 на победу. Это уже, если что, в 2-2,5 раза больше, чем было до этого, да. Все верно. Но OG страхуется. OG покупает гемы, теперь будет нереально подойти Баунти Хантерам или Никс Ассасином. Да, они настолько осторожно играют, что я даже удивлен, как же они хороши. И грекам нельзя уходить. Грекам нужно ждать Анну. Анна без БКБ. Анна заходит, увидит всю эту движоку и сентри. Нет, ай-яй-яй, это был джекпот. Вот если бы этого Драгонайта поймали, то, конечно, денег с него бы сняли очень прилично. Самое главное, что от Фина могли забрать Рошана. Там как бы и ОД нормально бьет, и минус армор от Фантомочки тоже работает, да и 5 на 4 драться всегда хорошо. Был шанс, но сентри не оказалось. Да, мне кажется, OG могли и успеть туда прибежать в случае чего. И вот-вот, как только OG понимают, где примерно находится противник, сразу же переходят в наступление. Да, Рошан уже появился. И проверяем сначала территорию. Заходим, ставим варды. Все правильно. Не позволяем Никс Ассасину подходить. И Джеракс, в общем-то, все это сделал. Как бы он сам летает по лесу и смотрит, где находится Адфином. Ну, на речке, естественно, все видно. И греки в очередной раз отдают Рошана без боя. Да, сражаться в таких условиях будет невероятно трудно. Там либо две Дроу Рейнджер, либо два Драгон Найта. Это, конечно, серьезная проблема. Я считаю, что уходить как бы не было смысла, поскольку, ну вот сейчас они забрали Рошана, начнут бить тебе базу. И если вот призадумываться, то как-то даже грекам нечем откидываться издалека. Все, что у них есть, это дротик Фантом Ассасинки и нюк Рубика. Но этого мало. Как только ты сказал, дротик Фантом Ассасин, я прям увидел, как Флай немножко, знаешь, скукожился. Всего лишь, всего лишь, всего лишь ножик, конечно. И там, на две трети здоровья. Всего лишь, конечно же, ножик. Но, да, остальным героям, конечно, Фантом Гонни слишком сильно им навредит. Даже Дроу Рейнджер у него там тридцатка брони будет. Драгон Найт с таким же показателем. Почти не уязвим. Да. И смотри, что происходит. Находят Мадару, начинают его лассассировать, подтягивают к Слардару. Слардар продолжает оглушение. Отошли. Отошли. Проверяют. Убили. Я уже поверил в то, что Мадара сможет это сделать. Ну, селедочкой было страшно. Представь. Он бегает на спринте. У него еще входит бонус демедж. Если, не дай бог, там прокнет с ножика Крит, а потом еще она разок тебя ударит, то можно и отъехать. Может быть, очень больно. Зачем рисковать. Так. Итого. 25-ая минута подходит к концу. 4.17. OG впереди. Находят еще и Maybe Next Time. Ну, гем работает и, естественно, никуда он отсюда не уйдет. OG продолжает доминировать. Игрекам нужно вот реально идти в пол-ин. Как бы. Они, конечно, могут терпеть, но объективно OG слишком хорошо пользуются тем преимуществом, которое они захватили. Они слишком хорошо фармят. Они ставят правильные варды. С гемом они, естественно, наказывают двух инвизоров. И Баунти Хантера, и Никса Ассасина. И чем дальше, как мы с тобой уже подмечали ранее, тем сложнее Адфинам будет выигрывать. Да, ладно бы, если фарм распределялся более-менее равномерно. Тогда еще можно было бы сказать, ой, да Фантомка что-то получит. Если бы какой-то морфлинг, возможно, был, чтобы хоть что-то он убирал. Алхимик там с монеткой. А тут сложно. Просто-напросто сложно. Мы видим нападение. И грубейшая ошибка. Ну, уже нервничают. Уже видно. Вот такие движения, они действительно показывают, что команда уже нервничает. Если остальные можно было там списать на чуть-чуть не рассчитал, где-то промахнулся, то сейчас это большая проблема. Там нож и четыре удара от ОД. Неплохо. Настакал интеллект. Неплохо размял. Да. Это, кстати, очень круто, потому что ты можешь на дистанции такими вещами пользоваться достаточно часто. Вот они сейчас опять подходят. Надо реагировать С4 и сразу прыгать в ОД. Или Бэтрайдеру. Прямо сразу. Вот сейчас он прыгает. Не успевает. И пойдет Селедка, наверное, дальше. Но, кажется, либо сбили Блинг чем-то. Слушай, а продолжает ведь бить сейчас Драгон Найта. Драгон Найта посадили еще и на Эмпэл. Очень быстро пытаются его снести. Не получается. Тут же сразу С4 залетает со Слизерин Крашем. А она продолжает играть Армлетом. Его еще и Флай. И там сзади подлечивает. И Мэйбин Экстайм неплохой Сюрикен Тоз. Но переживает это все Драгон Найт. Сколько раз он там должен был умереть. Я со счета сбился. Отбились от Фина. Молодцы. Довольно-таки хорошо сыграли. Наказали немножечко ОДжи. И поплатилась Рейнджер. И очень быстро из нее выбили Аегис. И какие-то призрачные шансы у ОДфином появляются. Что теперь ОДжи делать? Ну, по идее, просто бегать дальше. Фармить под Гемом, поскольку Гем помогает вам убивать все ворды у ОТфином. Да. Вы хотя бы можете территориально сейчас чуть больше занять пространство. И зарабатывать золото в чуть большем объеме. Это уже хоть какая-то надежда, я не знаю. И немножечко пофармить. Как только уже смогут купить Блэк Кинг Бар на Драгон Найте. И, возможно, Блэк Кинг Бар на Драгон Найт. То ОД, по идее, не будет наносить вообще никакого урона. Он просто как бы будет вас бить, ну, с руки, но тычки у него довольно-таки слабые без арбы. И вот пока этих Блэк Кинг Баров нет, ОТфином могут в один момент выйти в смог. Для того, чтобы можно было сделать трек киллы. Да, которых им очень сильно не хватает. Всего 4 убийства сделали ОТфином за этих 27 с половиной минут. Да, и Баунти Хантер такие игры явно не любит. Он обожает, когда постоянно драка, постоянно размены, постоянно денежка капает. Драка-то тут есть, просто побеждают немного не те. И Баунти Хантер тоже недоволен. Он любит выигрышные драки. Да хотя бы ничейные, если мы говорим про количество смертей. Да, хотя бы ничейные. Это его устраивает. А так соотношение убийств... Ну, можно еще немножечко в плюс для врага, но теки свое отработают. Конечно, конечно. Так, ну в этот раз отдали гейм Бэтрайдеру. Бэтрайдер занимается тем, что бегает и ищет Никса Ассасина. Никса Ассасин, в свою очередь, берет такие позиции, что, скорее всего, его там никто вообще не найдет. Ни свои, ни чужие. Вот левый верхний угол, та самая коронная точка, которая, кстати, стала инновацией этого турнира. Была у нас игра, по-моему, Virtus'а против Nubi. Вот в этой точке сидели что Virtus'а, что Nubi на протяжении всей игры спидпушили. Ну, смотри, смотри, как иду дальше OG. Видимо, у Бэтрайдера я вижу тоже гейм. Гуськом, да, гуськом идем. Бэтрайдер проверяет пространство на наличие Баунти Хантера или Никса Ассасина. Как бы вдруг Адфином здесь делают засаду. И вардики убиваем. Да, пока получается все очень слаженно. Я вижу, OG идут таким ровным строем, Дрорейнджер пушит. Джеракс все проверяет вокруг. С4, если что, находится на стрёме, он буквально задний за Дрорейнджер держится и готов ворваться. Заставили Адфином стянуться, заставили Адфином вернуться на базу, чтобы нужно было защищать. И в этот момент продолжаем пушить все три линии, чтобы Адфином не могли выйти с базы. И даже Дваурер вернулся. Вот он на нижней линии находился, пытался немножечко ее протолкнуть и, видимо, осознал, что могут и за ним выехать. Да, но он протолкнул. Вот если посмотреть на Тага, то что в этой игре он потеет и делает очень много полезного. Что в прошлой игре он, можно сказать, выиграл начало для своих союзников. Но, как мы видим, если игра затягивается, то одного его явно не хватает. Да, это командная игра все-таки, как ни крути. И OG вновь начинают осаду. Готовятся к Рошану. Вот как только появится Рошан, возможно, Адфином стоит сделать вылазку. Причем, скорее всего, лучше сделать вылазку пораньше, когда OG будут не готовы. Неожиданная атака. Мы на этом турнире видели как раз вот один матч, где неожиданная атака действительно сработала. Это был матч Virtus.pro против EG, где, казалось бы, Virtus.pro уже доминирует. И все, они победили, плюс у них Aegis. Но EG им удались напасть в тот момент, когда Aegis выпадал из снайпера. И Virtus'а не успели среагировать. А это тогда, когда он заезжал на Форстафе в толпу? Да, когда нашли Лила, дали Астрал, а туда снайпер подошел. Да-да-да, помню. Спасать парня. Ну вот сейчас выходит. У нас Адфином вниз. Опять они толкают линию. Опять они очень рискуют. И Jerex уже ищет. Но не увидел он Maybe Next Time. Также подходит Eskorn. Увидели, увидели его. Он приехал. И забирают. Закупился. Да, при этом Bounty Hunter сидит в таверне не слишком долго. 34 секунды. Конечно, при такой позиции у OG за это время можно сторону снести. Но OG играют очень осторожно. Так что я думаю, они вряд ли успеют слишком много дел наворотить. Ну, если посмотреть на варды, OG прыгает. Классно. Прыгает. Залетает ножик. И вроде бы неплохо. Но тут S4 мгновенно реагирует. Залетает со Slytherin' Crush. Выдает также еще и Spartan этот Slytherin' Crush. S4 пытается ускальзнуть. Мадара понимает, что пути назад просто нет. Нужно идти драться до последнего. Разворачивается, но не сможет. Не в состоянии добить Слардера. Как же досадно. Своевременная инициация от Бэтрайдера. И в итоге смогли поймать Адфинам на варде. В это время начинают бить вышечку. И откидываться сложно, но нужно постараться. OD Хилица на базе очень скоро пойдет на защиту своей вышки. И появляется Баунти Хантер. Ну, здесь уже не стоит. Здесь уже не стоит, не стоит как бы рисковать. Как бы лассо нету. Лассо уже потратили. Та же Фантомочка рано или поздно выйдет. И она. Она начинает бить четыре тысячки, заходит. Стакается интеллект на OD. Вот, кстати, мы говорили про то, что трек очень классно сочетается с Фантома Ассасин. С OD еще лучше сочетается. Вот именно. Вот именно. Потому что время отката на пике там не совсем большое. И мы видели, как Деваурер просто приходит. Один раз расстолкнулся. Выдал там четыре удара. Второй раз расстолкнулся. И все. Да. Ну, работает пока. Вот Финомзащита работает. Вот я хотел бы уделить вардам OG. Если посмотреть, то стоит вард сверху, и они видят, как выходят от Фином пушить линию сверху. И при этом они опять же контролируют все, что происходит на центре. Сейчас от Фином реально, как бы они не старались, но по идее без центрей или тоже без какого-то гема нереально выйти незамеченными с базы. Просто нереально. Да, конечно. Все подходы, все выходы. Заваржены. Все видно. OG пока что действует почти безукоризненно, я бы хотел сказать. По крайней мере в макро они ошибок на данном этапе не допускают. Ну, возможно, немножко медленно действует. Это уже отдельная тема для разговора. Но я думаю, в этом их пока обвинять нельзя, потому что парни просто хотят наиболее безопасно отыграть. Ну, вот я бы немножко рассказал про OG. То, что вот, например, Fly – это уже довольно-таки опытный игрок, который в свое время уступал за Фнатиков, за Team Secret, да и за другие команды. Он, например, перед матчем, когда начинает идти драфт, он, точнее, перед матчем, когда у них начинается игра, он, как правило, сидит целый час и просто пикает героев. То есть, помимо того, что он пикает героев, он, допустим, сидел в кабинке с Джерексом, и они общались на тему того, как лучше всего играть, как лучше перемещаться. Ну, как бы у нас любой, если что, может зайти и глазом посмотреть. И от него ожидать ошибок макро, ну, сложновато. То есть, он обычно их не допускает. Особенно, если вот они такие простые. Так, смотри, летит Курьер. Сейчас. Давай. Нет. И сразу бежать. Сразу бежать. Ты понимаешь, это следующий уровень. Это Курьер специально летающий для того, чтобы подсветить Баунти Хантера и чтобы убить его сразу же. То есть, теперь не Баунти Хантер охотится на Курьеров. Теперь Курьер ищет Баунти Хантера. Курьер охотится на Баунти Хантера. Это следующий уровень уже игры в Доту. Тут Этериал на дровке. И вот он, следующий уровень игры. Это тоже неплохо. А это как раз от Фантома Ассасин. Да, вот если тебя Блэйкинг Бар не особо спасает, то с Этериалом ситуация немного другая. Ну и против того же ОД, если он, допустим, начинает тебя бить, опять же, через пику, то кидаешь на своего и тычки не проходят. Смотри-ка, что происходит. Падает вышка. Вышка упадет и от Финна будет сложно защищаться. Так, ну вот оно было, нападение на Дроу Рейнджер. И вот он, Ана прыгает вместе с С4. Очень быстро сдувает Аутуэрл Деварора. Он сразу же делает выкуп. Мадара прыгает на Дазла. Кажется, ну, посмотри, нет, просто-напросто здоровья у Фантомки. Есть еще два выкупа от игроков от Финна. Но как тщетно выглядят все их попытки отбиваться. Падают один за другим. Большое количество байбеков и в очередной разтирают Мадару. Ничего он не может сделать. OG всей командой продолжает убивать базу. GG пишут греки. И 2-0 OG просто на две головы выше, чем от Финна. Да, да. Просто на две. Пока что складывается впечатление, что это именно так. Не знаю, возможно, еще греки смогут показать. Возможно, еще остался пора в пороховнице. Да, возможно, они нам еще смогут показать действительно свою доту. Навязать свою игру противнику. Не танцевать под дудку OG. OG мы видим и первую карту качественно очень отыграли. И вторую. Ровно в этом же стиле. Точно так же, хладнокровно. Мы уже обсуждали их макро, микро. Ошибок везде было по минимуму. Да, то есть как бы если можно посмотреть на линии, то на линиях плюс-минус что-то греки, возможно, и делали. Но как только заходит у нас игра в макро, сколько киллов сделали греки? Вот 4 килла, по-моему, были сделаны в начале. Да, где-то так. И может быть где-то там в проигранном замесе они убили одного суппорта. Все. Это все, что сделали греки после 20-й минуты. Да, выглядит пока что грустно. Мы видим эту грусть на лицах греков, когда нам их показывают. Но их можно понять. Их можно понять. Тем не менее, сразу можно сказать, что они уже победители, несмотря ни на что. Даже если они сейчас проиграют 3-0, второе место на мажоре для них это невероятное достижение. Это нужно сразу понимать. Но, естественно, я бы на их месте не ставил точку в этом противостоянии. Хотелось бы, чтобы они проиграли так, как проиграли Virtusa EG. Где пусть даже они и проиграли со счетом 2-0, но это было ярко, это было эпично, это было очень интересно. И я надеюсь, что греки они сейчас соберутся, ну и покажут хотя бы достойное сражение. Да, хотелось бы понаблюдать именно такие вещи. Ну а пока будем передавать слово студии аналитики.